Общался я с ней около часа. За это время она около пяти раз повторила фразу «Я хочу вернуться к мужу, и у меня двое детей, их надо учить», рассказывал врач о пациентке Гульнас Батардиновой. Через три дня Гульнас нашли на дне колодца в поселке Шантала в Самарской области. Гульнас Куснулина с отличием окончила юридический факультет и стала юристом в коммунальной службе Шанталинского района. За участкового Гакили Батардинова она вышла замуж в 2002 году, а спустя несколько месяцев у них родилась первая дочь. Родители Гульнас в то время переехали в Ниждевартовск и редко с ней виделись. Первый раз он ударил ее по лицу, когда она еще была беременна, где-то в марте 2002 года. В последующем это только усугублялось. Он мог на нее накричать или ударить за то, что она долго готовила или истирала. Он очень ревнивый, постоянно заставлял Гульнас признаться ему, что она ему изменяла, хотя она была верная. Все это Гульнас мне рассказывала сама. Я говорила ей, чтобы она обратилась в полицию из-за его побоев. Но Гульнас боялась, что Гакили могут уволить с работы, рассказывала сестра погибшей Гулися Закиулина. В 2007 году у супругов родилась вторая девочка. Примерно через год Гульнас рассказал о сестре, что муж сильно избил ее, ударил ногой по лицу и разбил нос. По словам Гулиси, участковый тогда отвез жену в больницу в Самаре, чтобы знакомые в Шантале не узнали о случившемся. Отец Гульнас, Шавкат Хуснулин, вернулся в Шанталинский район в 2011 году. Тогда он впервые заметил, что ревнивый зять избивает его дочь. В суд или полицию она никогда не обращалась. Были случаи, когда она звонила мне ночью и жаловалась, что Гакиль в пьяном виде выгонял дочь и детей из дома. Также мне звонила внучка, которая говорила, что боится отца, что он бьет маму, рассказывал Хуснулин на допросе. Он пытался вмешаться в ситуацию, однако участковый не разрешал забрать детей, и Хуснулину удавалось лишь на время увозить дочь к себе домой. Гульнас пыталась уйти от мужа, но каждый раз возвращалась. Она не просила никуда обращаться и запрещала нам. Ее останавливало то, что он в полиции работает, что его могли уволить. Его же туда второй раз взяли. Первый раз его уволили по статье. Областной ГАИ его поймала пьяным за рулем. А второй раз обычно же в органы не берут. И после этого она боялась, что его уволят с работы. А у них же ипотека. В Самаре квартиру убрали. Я знаю такой случай. Когда второй раз его брали, начальник отдела полиции сам сказал. А ты до сих пор продолжаешь свою семью гонять? Смотри, если я узнаю, тебе не поздоровится. А когда он пришел домой, спросила Гульнас, откуда, интересно, он знает. А Гульнас говорит, так это вся Шантала знает, рассказывала ее сестра Гулися. Гульнас как минимум дважды обращалась к медикам с различными травмами. В 2013 году она посещала хирурга. Тогда у нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица и височной области. На приеме она рассказала, что ее толкнуло на верной косяк и избила некая женщина. Затем, в декабре 2016 года, женщина вновь посещала хирурга. На этот раз она рассказала, что упала, причем за месяц до приема. Гульнас жаловалась на боли в области левого плеча. У нее зафиксировали ушиб и растяжение левого плечевого сустава. Летом 2018 года, во время чемпионата мира по футболу, Батардинова отправили в командировку в Самару. Вернувшись, он стал еще агрессивнее, следует из рассказов близких Гульнас. Так, полицейский избил свою 16-летнюю дочь, которая заступалась за мать. В августе 2018 года Гакиль приехал домой пьяный, взял банковскую карту и сказал, что поедет в кафе. Пока его не было, Гульнас собрала вещи, детей и уехала в деревню к родителям. Потом родители нашли ей квартиру в Шантале, вспоминает Гулися. На протяжении двух месяцев участковый писал жене сообщение с угрозами и требовал вернуться. Хотя родным Гульнас говорила, что стала чувствовать себя лучше и спокойней, она просила мужа бросить пить, обещая вернуться к нему. Родные не помнят, чтобы Гульнас высказывала суицидальные намерения. Никаких странностей в ее поведении они также не замечали. При этом один из ее коллег и родители участкового на следствии вспоминали, что женщина спрашивала, сколько нужно выпить уксуса, чтобы умереть, и будет ли такая смерть мучительной. Сам участковый Гакиль Батардинов на допросе утверждал, что жена часто угрожала самоубийством. 18 октября 2018 года в 10.15 Гульнас ушла с работы, сказав, что поедет в суд. Однако в суде она так и не появилась. Около полудня родители участкового нашли Гульнас мертвый в колодце у дома, в котором супруги прожили 16 лет. Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти стала механическая асфиксия. Гульнас захлебнулась водой. Кроме того, патологоанатомы зафиксировали у нее ожог пищевода и острое отравление уксусной кислотой. Показания родителей участкового расходятся в деталях, касающиеся того, кто из них нашел записку и как именно они обнаружили тело Гульнас. Родственники погибшей до сих пор допускают, что она была убита. При этом экспертиза установила, что почерк на предсмертной записке действительно принадлежит Гульнас Батардиновой. В феврале 2019 года семья погибшей узнала от следователя местного отдела Следственного комитета, что ее мужу, участковому Гакилю Батардинову, предъявили обвинение в доведении до самоубийства. Часть 1 ст. 110 Уголовного кодекса. Согласно экспертизе, из-за унижения и побоев, которым подвергал ее муж, Гульнас долгое время находился в психотравмирующей ситуации. Полицейскому грозит до 6 лет колонии, при этом он остается на свободе. И не просто остается на свободе, но, вероятно, продолжает работать участковым. По крайней мере, в дежурной части местного УВД поначалу говорили, что он работает в отделе. Правда, позднее в управлении МВД по Самарской области сообщили, что Батардиново временно отстранили от службы из-за уголовного преследования. Но еще позднее журналистам АДВТВ обвиняемый говорил другое. Сейчас дело передано в суд. Семейное насилие – огромная проблема в России. К тому же мракобесы из Госдумы недавно отменили уголовное наказание за побои в семье. Бьет – значит любит. Если раньше женщины, как Гульнас, не хотели идти в полицию, то теперь это еще и ни к чему не приведет. А значит такие трагедии, к сожалению, будут повторяться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова